Всех приветствую на AllSuite Online. И сегодня у нас неделя на завершении одна из последних в декабрьском контракте. Осталось буквально на следующей неделе до 11 числа еще объемы будут на этом контракте. И уже с числа 14 на мартовский будут переходить основные фьючерсные контракты, которые по 3 месяца торгуются. Последние две недели не самые стабильные по торговле. Долгосрочники переносят позиции и в основном фиксируются участники, особенно в последние дни. Особенно с 7 по 11 в принципе лучше сделать себе выходную неделю и не торговать, пока идет смена контрактов. Сейчас, секундочку. Как звук слышно нормально? Окей. Сегодня еще посмотрим итоги некоторых контрактов за весь период. Лидеров, кто талантливый и показал хорошую результативность на этот период. Сначала новости. Значит, на следующей неделе сальдо торгового баланса по Китаю будет в вторник отчет. В среду, 9 декабря, Новая Зеландия решение процентной ставки, прогнозируют, что понизит процентную ставку на 0,25. Также по процентной ставке будет решаться и в Британии. Пока у них 0,5, но, как показывает Америка, еще есть куда уменьшать. И решение процентной ставки Российской Федерации в пятницу и 11 декабря в 14.00. Аналитики прогнозируют, что будет понижение до 10,5. Вот такая пятница предстоит нам на следующей неделе. Поэтому все, кто на индексе РТС торгует на рубле, в общем, аккуратнее там в районе обеда, могут действительно понизить либо повысить. Ну, повысить вряд ли, но если оставить на уровне, это не сильно рынки отреагируют. Но если понижение, обычно это вызывает огромный резонанс. Резонанс и волатильность может быть не слабенькой. По штатам в четверг тоже может немножко создать волну. Это jobless claims, если там что-то будет аномально относительно предыдущих отсчетов. А так уже по сравнению с 2008-2007 годом реакция на этот отчет не такая уже. То есть это все пока печатаются доллары. Это новости на следующую неделю. Так. Теперь рейтинг. Выберем AutoFallDesk и посмотрим на валютном рынке. Хотя еще неделю торговаться, лучше пускай. Возьмем другие инструменты. РТС. И я поставлю время 10.05, если вы не против, чтобы те, кто открывает сразу на открытии, вот в этот бар, лезут в волатильный, чтобы те сделки не учитывались. Есть просто такой подход, как лазейка, как узнать, куда будет направление этого волатильного бара и иногда даже до какого уровня он дойдет. Вот. То есть и это не есть хорошо. Так. По декабрьскому контракту, если брать с 10.05, не с 10.00, а с 10.05, можно там даже 10.03 поставить. Первый у нас Агран. Неплохо после профкурса. В принципе, серийность отличная. Не ожидал. Ну, в принципе, и во время там результаты были хорошие. Сон 2. Второе место. Третий электрон. Четвертое место. Неизвестный трейдер. Потом Nanotech. Две сделки и все. И вот, пожалуйста, пятое место. Так. RunRose. Невероятное количество сделок. Очень много. 1350 закрытых позиций. Это что-то аномальное. SVK. 22 сделки. 8 прибыльных. 14 убыточных. Но это ему не помешало. На 7 место выйти. Ничего себе. CyberFund. Старичок наш. Новенький. Simo. 10 сделок. 8 плюсовое. Неплохо. Гуров. Держится в 20. Тоже. Обратите внимание, сколько сделок открывает. В основном, небольшое количество сделок. За 3 месяца. Надо будет собрать статистику. Прочитать, насколько распределение идет. Кто торгует, немного сделок в месяц. Кто больше там. 50-100. Жмурик. 50-50 серийность. Так. Ну. Freedom новенький. 3 сделки и все в яблочке. Давайте заглянем. Интересно. Сделки трейдеров вы можете просмотреть абсолютно любые. Вы нажимаете на никнейм и открывается график за этот период вместе с его сделками. Неплохо. Смотрите. Открыл. Давайте сейчас уберу вот этот эффект. Зашел с просадкой, но реабилитировался. Вышел рановато, конечно. Так. Понятно. Тут все, я так понимаю, в одну сделку ушло. Так. Иссерийность. Nanotech. Две сделки, две плюсовые еще. давайте заглянем. Интересно. Что ж там за сделки такие? Ай-яй-яй-яй. Только в начале одна продажа вообще алмазная. Действительно Nanotech. А вторая, конечно, с просадкой. стоит. П-п-п-п-п. Да-да-да-да-да. Это как раз вот этот ночной маневр манипулятивный, который прошел. Это он его застал просто. Ночью открывал позицию. Кстати, уже неоднократно замечено, что с 21 по 22 30 вот такие вот ночные выбросы по цене все чаще стали появляться на индексе РТС. Так что аккуратненько ночную сессию алерты ставьте на цены чтобы быть в курсе. Также именно в этот период я неоднократно наблюдал рост открытого интереса по фьючерсам на Сбербанк Газпром. Но это ну ночью прекрасно знаете кто там это я помню как-то перед Wall Street Online 25 мая на РТС был аномальный вообще импульс ночью опять же в это время я еще его разбирал на составляющие там видно было что диапазонно работает какой-то алгоритм и там за 2 минуты просто невероятное количество тиков туда-обратно сходил маркет то есть это вряд ли сонные трейдеры в яме кричат покупка продажей столько накричать невозможно даже ну но на так неплохо в принципе две сделки и одна такая ух прям в рамочку можно ставить так кого еще видно в 25 маркуша из старичков это уже привычно виталия алена есть ever ever rose так ну ртс в этом контракте не из легких так давайте рубль еще заглянем раз уже росрынок точно такая же серийность даже не понимаю так секундочку так 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 Так, давайте с роботами посмотрим. О, все, погрузили, сейчас посмотрим рубль и начнем с S&P. На следующий Wall Street Online валютный рынок индекса возьмем. Сейчас буквально рубль заглянем. Так, это не рубль. Из-за того, что на серебро похоже, постоянно раскакивают такие моменты. Так, вот, подгрузилась рубль. Так, трейдер 33, это он же сон, он же casual, финн второе место, хорошая серийность 15.9. Тоже студент, бывший сайберфан, старичок 29.23, хорошая серийность, так держать. Неплохо. Первая пятерка достойная. по-настоящему заняли и с учетом 10.05 я выставил. То есть, не учитывается открытие на первом баре. И пятерка так достойно твердо заняли свои места. От 100 проциков за период Алена. Вот так вот девушка на шестое место уже вышла. Совсем недавно опять сделала три плюсовые. Интересно, как у нее там торговля проходила. Сейчас посмотрим. Так, у нас тут три участника вообще без убытков закрыли. Ну, вернее, на данный момент. Потому что еще неделя торговается. Насчет или трейдер 33, либо же сон 2. Буквально на последние две недели. Там на первом месте было или на втором. И немножко за недельку или за две. где кто-то вышел на первое место. То есть, сменили лидера. Так, где же этот график? Пять сделок, три плюсовые. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего так, да. Аккуратненько, с горизонтом. Так, держать. И старичков. Бенджамин. Сон 2. Алекс 0.1. Маркуша. Те же самые все. Удерживаются. Не сдают позиции новичкам. Так что присоединяйтесь. Здесь, если разрабатывать стратегию, надо потренироваться, потестировать качество открытия. Можете здесь на виртуальном счету, либо же на реальном, при подключении через брокера. отрабатывать вход, либо же просто транслировать. Так. И начнем с SMP быстро. Так, ну, как я и обещал. Сильно падать к праздникам не будут. Собственно, как и расти получилось. И возьмем ядро 2065-2095. Пока вот немножко волатильность до 2048 провели. Тут до загрузка еще с начала ноября. Вот протестировали 2048. Возьмите как контрольная цена. Можно даже alert на 2045 поставить. Потом, естественно, будут тестировать поддержку. Промежуточную закупку на максимуме. Там баталия немножко была. Здесь, когда расширяли контракт. Ну, на максимум расширение шло. Вот три дня так неплохо им пришлось побороться. 2017. Поддержка с подтверждением. И максимум 2095 плюс-минус 3 доллара на сопротивление. Тут прям такая плита. Ну, нельзя сказать, что это железно-бетонная плита. Потому что ликвидность топовая. Вот вчера буквально проскочила. И могут и дернуть наверх. Повыбрасывать всех из рынка перед экспирацией. Сейчас задача крупного участника получше выйти. Естественно, они в течение контракта там выходят. Докупают либо же фиксируют. Но если к праздникам, то все стараются держать впритык. Что это уже не один год. Закономерность такая, что они особо не падают под Рождество, День Благодарения. В общем, вспышка ликвидности уже была. Ждем серию по типу такой. И, в принципе, если коварный план у них есть, то он будет, наверное, на расширение выше. Поэтому возьмите на заметочку и стоит ли участвовать в этом коварном плане. Так, по дельте. Немножко сожмем шкалу. Не помещаются по волатильности. Так, по последним сессиям. В основном на продавце дисбаланс. И вот эта сессия, которая была аномальная по ликвидности. Также общий тотал торгового дня на селлере. Сегодня нулевая, но это даже к лучшему. То есть, там байера еще есть. Скорее всего, возможно, вот этот выход попробуют скупить и толкнуть за максимум. Маневр создать на выброс по стопам всех, кто там шортил в районе 21.00. Но это нужно обязательно удержать выше коридоров четверга-пятницы. Мы сейчас на 15 минут на интервале выделим. Давайте сейчас еще открытый интерес подтвердим. Мартовский контракт до марта. И таких потребительских инъекций, в принципе, уже не будет. Разве что Новый год. Зимний период тоже не столь активно путешествует меньше. То есть, определенные сектора по сезонности немножко хуже показывают динамику. Ну, не смертельно, чуть-чуть ниже, но буквально совсем чуть-чуть. Пока таких опасных маневров пути, как здесь, нет. Но и позиции здесь не открывали. Зато сегодня открывают позиции относительно показателя вчерашней сессии. Вполне возможно, вчера скинули, а сегодня вытаскивают обратно котировку до 20.80. А там, смотрите, в понедельник, вторник и 21.00 увидим снова. Поэтому осторожненько при продажах. Да и, в принципе, я советую в кэше сидеть сейчас. Пока. Так. Намудрили, так, ничего не видно. Смотрите, здесь в грид можно появилась такая фича новая. Таймзон. То есть, к примеру, вы торгуете только Штаты, либо только Европу. Вы выделяете этот участок себе определенным цветом. И можно, когда там собираете данные, либо анализируете, сразу выделять то, что вам нужно. Очень удобно. То есть, не отдельно, а именно участок. Ну, вот, собственно, выделены Штаты. Так, 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 так. Вот у нас 20.52. И массив до 20.45. Сегодня отработали. Вчера нагрузили, сегодня отработали. Единственное, что пока на промежуточном вот этом массиве они и остановились. Но еще не вечер могут. Если закроется выше 20.75, вполне огромные шансы продолжить тенденцию пятницы и на следующей неделе. Понедельник, вторник, среда. Тут такой, даже двойной, можно сказать, уровень. Но возьмем точно 20.90. Это вторник плюс среда. Здесь достаточно широкий, но мы саму его основную часть захватим. 20.97 и ядро и сопротивление в одном лице. Здесь быстрые объемы на снижение, то есть, здесь вполне могли шортить как раз на закрытии, то есть, на минимуме байеров собрать. И с этого же уровня, в принципе, ушли на следующий день. Поэтому, пока пусть будет 20.90, 20.97. Ну, 21.00, само собой, там можно расширить этот коридор. Его протестировали на ночной сессии и ушли уже на штатах. То есть, на евро-сессии выходили на штатах. Вот. Так что, если будут подходить с таким же самым уверенным стремлением к росту в понедельник-вторник 20.90, советую присмотреться чуть, как бы не ушли они выше 20.90. В общем, аккуратненько. Так. FISX. Так. Где там? Тоже раскачивают... Не-не-не, это не FISX. FISX, вот. Ну, там идентичная, фактически, картина. Да, что ж такое, не слушается вообще. Сейчас, да, одну секундочку. Тан-тан-тан. Насчет этих манипуляций, что Влад написал, ну, я не знаю, сколько в году уже таких было неприятных маневров, и пока ни одного раза биржа четко не объяснила, что происходит, собственно. Как это допускают контрольные органы? Так, FISX очень сильно волатильность и ликвидность. Вчера, по сравнению с SMP, он более так кардинально отреагировал, поэтому осторожно 33.90, 33, вернее 34.15, то есть как раз вот ядро 34.15, 34.50, возможно и протестируют, но импульс очень, очень, очень. Наверное, самый большой импульс и на самом большом объеме за период, поэтому, если, опять же, на 33-й передумают, то в понедельник, вторник все-таки будут разворачиваться. Пятница тоже не слабенькая по ликвидности, причем так плотно стоят на минимуме четверга, что аж продать рука самостоятельно тянется по FISX. Жестко тут удерживать баланс, конечно, но на такой ликвидности удерживают. Так, DAX. Это 15-минутный, она нам нужна дневной. Идентично уже пробили ядро контракта, буквально неделю назад они были в области байеров, то есть выше ядра работали, все было ровно и спокойно, и буквально за две сессии уже буквально на пробое такой плиты контракта, можно сказать. Следующая поддержка это 10, 495, 10. 625 тут они уже раз тестировали, причем на таком волатильном хвостике. Ликвидный самая топовая вчера была. Уровни четверга выделить самые ликвидные в качестве сопротивления, мониторить, насколько будут сопротивляться селлеры. Ну, в общем, наверное, сбрасывают уже позиции, причем, судя по всему, так пару крупненьких участников скинуло на максимуме DAX и FESX, и вот их вместе с S&P тоже немножко дисбалансировало. Так, тяжело, вот видите, с PORTS идут равномерно на снижение, уже до 80-ки фактически добрались. Ну, нужно, чтобы не пробили точно вот этот уровень. Массив один из первых в этом контракте, такой крупненький. Ну, и 85, 88, 800 как ядро, так и осталось. А вот сопротивление тут уже как-то очень подозрительно. Очень ликвидно, причем каждый раз тут проходит повышенная ликвидность на подходе к 89, 90, и в последний раз там 88, 89, 89, 500 тоже здесь раз на рост, и вот тут на давление создали 23, 24, 11. Если все-таки остепеняться и нефть будет помогать, то возьмем в расчет последнюю поддержку, которая была вот на этом уровне, может быть, либо же пойдут все-таки тестировать 80-ку. Так, ликвидность не из топовых, как было на FSX и DAX и на S&P. Там, видно, фиксация пошла по крупненькому. Здесь такие крупные были уже на максимуме. Ну, опять же, большие надежды, что поможет нефть с баррелем нефти, то есть стоимости нефти, и стабилизируется на мартовский контракт ситуация. По открытому интересу, да, у нас уже, можно сказать, традиция Сбера и Газпром потихоньку вошла. Где там РТС... Ну, фиксируется, видите, выходит, выходит, выходит потихонечку. В принципе, вся неделя была на фиксации, поэтому... Опять же, вам решать, конечно, но я бы не торговал на рынке, где сейчас все фиксируются. На кого же понадеяться, кто же толкает рынок. Так, и дельту давайте заглянем. В принципе, там будет понятно. Ну вот, собственно, 27-го. Такой плотный массив на шорты 85, 86, 300. Ну, и потом эта вся активность продолжалась вплоть до 81-го. Берем этот... На неделе уровень 82, 784, 300. Буквально вчера там какая-то дельта была небольшая на покупку, но так уже с 26-го числа без остановки шортят. Так. Рубль. Начинают обороты увеличиваться. И мы дошли до критической точки. Это первый объем в новом контракте. Вот он прошел... Как бы... Уровень... Реверса. То есть, начали... Вот открытие, а вот закрытие контракта, допустим. То есть, где открылись, там и закрылись. Очень долго и тяжело толкали на 68-ю, особенно вот последней сессии. Достаточно так систематизированно идет котировочка. Плита на 66-600... Я не специально... Так получилось, честно. Три шестерки 65-85.0. Для тех, кто работает в шорт, ищет точки на продажу, будет проблемным диапазоном. Здесь достаточно плотно создали уровень, и... Его нужно обязательно преодолеть. Потом идет еще одна, сразу же. 64-800, 65-300, и... Даже вот 65-400. Ну, в общем, тут плотно два массива стоят. Причем второй даже посерьезнее будет. 64-800, 65-500. Ну, если их пройдут, то, в принципе, там уже, я думаю, дело за малым осталось. Три сессии идет на повышенный, ну, как... Чуть выше, и... Не дисбалансирует, как на инструментах других. Ну, в принципе, ртест тоже не сильно среагировал. Давайте посмотрим спот. Да, тоже чуть-чуть ровно идут. Ликвидность идет на одном и том же уровне, заметили? Если... Сверить... С вот этой точкой, видите? Тут прям... Можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сессий. Не подряд, конечно, было через одну, но под линейку ликвидность идет. Такой же уровень ликвидности, три подряд сессии был в начале контракта. Ну, проскакивает. Невидимая рука, мага рынка тащит котировку. В общем, может быть ключевой момент, поэтому присмотритесь. В общем... Ну, редко когда такое можно видеть, что прям вот три подряд сессии в один уровень шли. Так, это Ри, нам нужен рубль. Значит, вчера продажи были по рублю. И... Сегодня сразу же покупки. Такую комбинацию мы уже видели несколько раз. Идентичная комбинация и такая же на максимуме. Ну, похоже, что еще не вечер. Заметили, да? Ну, очень... Почерк один и тот же. Поэтому... Осторожнее с этим уровнем. Так... Таких уровней ярких прям нет. Сейчас я проскел сделаю 50, потому что волатильность такая, что на экране помещается. Так... Так, 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 так... Ну... Не знаю. Тут как-то... Ну, очень открыто ведет себя... Не заметить такие повторы, это... Не стесняются вообще. Так, нет, на стену там интервали, ну... Это я... Обратите внимание, ликвидность... На... Штатах. Ну, во время открытия. Это и есть значимый уровень на понедельник. Относительно него ориентируйтесь. Если будут как-то уж очень... Уверенно не пускать ниже этого диапазона, то возможно... Движение еще выше. Площадка, с которой стартовал этот маневр, было 67,67,5. 67,525. Ну, в качестве уровня поддержки возьмите. Не такой объемный, как этот, конечно, но... В целом, картина за неделю. Первые три дня была системная... Программа на рост включена, видно. Прямо даже график точь-в-точь можно складывать. И... Какой-то аномальный выброс ликвидности в пятницу. Ну, вот уровень первого подтверждения. Причем, если даже этот уровень не пустят ниже, то... Это такой агрессивный байер. Если до 67,5, 67,6, тут начнут набирать... Тем самым, как бы, всех вовлекут в расширяющийся треугольник. Вполне может быть. Ну, покупки заканчиваются после 67-й. То есть, тут уже можно не подыскивать, а лучше в стороне побыть, в кэше. Судя по ликвидности, перешел вместе с пятницей. Основной объем на самом максимуме тут. Плотненько так в пятницу поработали. Очень быстро. Очень быстро. Невероятно быстро. И... Евро. Классер профайл. Дельта, увидели ее в пятницу, да? Где там классер профайл? Ну... Здесь... Тоже... Недалеко ушли. Но тут хотя бы набирают обороты. Ровненько. Выброс ликвидности аномальный просто. Unreal. На том же уровне, где и сопротивление. 0.865 0.894 А ликвидность и сегодня тоже повышенная. Такого класса объемы, вот... В какую сессию были? На движение, потом... Почти на весь контракт создали. И вот... В два раза больше, чем предшественник. Так... Сейчас рассмотрим... Четверг там уровни... На поддержку выделим. Так... Дельта этой сессии на еврике. Байеры на 9 тонн. Дисбаланса бросили. В принципе, до этого две сессии тоже на покупках были. Тут такой массив из дельты. Уверенно можно выделить 0.565 по 0.6. Здесь... Тут дельта... Неплохо выстроена. Двадцать восьмого, да? Двадцать восьмого... Сорри... Двадцать... Тридцатого... Тридцатого числа. Тут плотная сессия, но... Там на... За счет плотности всех сжали в восемь тонн. И вот сейчас... После двух сессий покупок на 9 тонн байеров. Дисбаланс. Так... 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 Неплохо! Ликвидности тут просто... Так... много так давайте баровый посмотри открытый интерес может там даже открывали позиции в огромном количестве пустил и этот день просто уже не не открываем позиции в эти недели так это не еврик опять же начинается даже не смотрел что на еврике было такое чудо финансовое появилось до открывали позавчера и сегодня еще даже зафиксировали частенько так я думаю с 0 5 и 6 пролететь так ну краткосрочники вышли сегодня понятное дело давайте на 15 минутам интервале выделим где могут байеров повторно проявить свои таланты так так массив по-настоящему массив виден вот так это вот действительно ликвидно поработали в коридоре ребята 07 90 08 20 пока еще не дошли потом еще добросили покупок и ушли на 09 это массив коридор 08 68 08 38 пускай будет анекдот так уровенью считали с ним до вот 11 часа три раза сессия на еврике его не не пробили вчера и сегодня тут с концу такой концентрированный объем на одних тем же цену поэтому возьмите 0 9 по 0 8 0 9 0 0 9 38 пока под этим уровнем market могут на возврате еще раз протестировать 09 посмотрим пока импульс вот видите как массивно закидывают коридоры объемом культа чай участок не сильно какой-то нужно побольше объема потом еще больше в общем вот эти три локации они понадобятся вам в качестве мониторинга либо же даже поискать возможную активность байеров на этом уровне но либо давайте лучше выделю его 0 7 22 0 6 91 это раз потом следующий день 0 6 36 0 6 74 ну плотно плотно стоят массива и вот чего все началось на волатильности 0 5 88 0 6 0 9 вот ну 0 5 и 5 0 6 и 40 ядро тут поддельник вторник ну до четверга стояли и пятница плюс четверг сильный сигнал что байер стараются это удержит выше 0 8 40 еще уровень 0 7 90 0 8 20 тоже так в допусках на сильную агрессивность если будут корректироваться на 0 7 20 0 6 80 это уже второй по классу еще контрольный уровень на поддержку ниже уже и если будут ниже на следующей неделе чем 0 6 09 советую вам сменить инструменты работать на более спокойном рынке так фунт я думаю что фиксация была такая что буквально вот за 15 минут до этого ругалов вижу что такие маневры допускают ночную сессию включили еврик там такая же ситуация только еще хуже так на фунте четче картина тут конечно есть не поспоришь не так вполне могут отрисовать разворот по второй раз уже ликвидностью бросают около пятидесятки ну нужно еще один решительный момент набраться силы и уйти выше 51 30 далее у нас и 52 тут тоже такая неделька была плотная концентрация объема ну и 51 54 это уже третья остановка ликвидность 3 сессии было поэтому тут волатильность соответственно ну для продолжения роста нужно сохранять ликвидность либо чуть ниже но чтобы она была и не пустить ниже 50 45 тогда темп сохранится и они смогут дойти до 52 20 там немножко под процентную ставку в британии на следующей неделе раскачать волатильность и сигануть себе там на 20 на 53 так что вот такие у нас по фунту маневры бренд не забывайте процентная ставка на следующей неделе и не только не только британия и у нас 14 00 до 14 00 пол процента могут понизить так прям вот на грани 40 и ликвидность чуть чуть поменьше чем вчера но как будто сдерживают вот котировку потому что падает нефть немножко не так она особо не стесняется и падает очень быстро здесь прям как будто ее подбираются ниже ниже подбирают поэтому могут еще не не удивить 39 за баррель так нам это light был на бренде сейчас ну дельта вы увидите сами 42 но тоже три дня стоят твердо не пускают ниже поэтому аккуратненько тут все равно дельта отрицательная сегодня была вчера хоть нулевая вот была серия сессий с небольшой дельтой на покупку но они все закончились фиаско завершились так ну тоже прям вот чувствуется к этом манипуляция даже без анализа так вот три сессии идет какое-то сражение за стоимость нефти и будем надеяться что это будет поддержка если все таки получится 45 46 надо обязательно пройти для того чтобы у определенного круга финансистов появилась уверенность что можно покупать потому что на минимуме там только очень с хорошей информацией наверное полезно покупать крупные участники и такое расширение тянется вот с этой с этого дня ну тут понятно все программа котировку вела фактически тут вот с 24 числа по чуть-чуть но ниже по чуть-чуть но ниже идентична была ситуация здесь тоже ликвидность топовая вот видите топовая за весь этот период золото еще сбербанк и газпром напомню что в декабре очень много будет рассматриваться процентных ставок решений и по евро сектору и по британии ну там список обширный поэтому в таком ключе я думаю какие то может будут происходить понижение массовое еще и это может сохранить динамику на индексах еще так неделя была на росте ликвидности по золотишку кто-то решил это все дело дешевое скупить наверное да так что аж до 83 загнал причем 83 тоже на не слабом объеме идет и тут ну не знаю будет ли это очевидно или нет но давненько такого они не выстрела не делали они был 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 вот ну вот чем это может закончиться тоже видите пятница повышена ликвидность топовый уровень за неделю и объем объемчик здоровенный на максимуме идентичная неделя вот вам закономерности на рынке далеко особо не надо идти то же самое пятница крупная объемина на самом максимуме и спускались но уже попроще тут видите раз два три третья уже была в в балансе и вот топовая в пятницу ну понедельник будет флэтовый вторник будет расширять понедельника примерно такая картина должна быть как в прошлом вот и понедельник упрется как раз в 1092 там соберут всех селлеров аккуратненько как раз подпитаются ликвидностью и потихонечку пробьют вот это в случае покупок если понедельник уходит обратно на 1060 то лучше даже не пробудились покупать ну учитывая то что там на максимуме такой кэш проходит и это до сих пор еще не рухнуло значит там байры есть теперь посмотрим это еще в 15 минутном разрезе в 15 минутном разрезе и вот где они до загружали покупочки для спекуляции самое ну пощупать поддержки и старт был с 1061 1063 1 ну и ядро недели 1056 плюс минус 4 и 3 бакса в общем если этот не пустят ниже это хороший признак байеров ну чем ниже тем хуже то есть удерживать спрос после такого движения на самом максимуме вот этого уровня будет нелегко но если там будет ликвидность при подходе это очень большая вероятность что будут все таки поддерживать если если проходит вот так уровень только на продажу ну не стоит на покупку с этим уровнем уровень должны поддерживать что-то по типу такого по золоту и объемчик появляется резко и сразу меняется движение котировочки на покупку как раз самый ну как обещал сбербанк обещал обещание нужно так на сбере по дельте вот все слабее и слабее конечно активность но на 102 были более мелкие мелкие дельты на покупку движение создадут там 3 миллиона либо же 5 но там вообще мелкие эти поэтому решается вопрос по сберу вот здесь полтора миллиона хватило на две сессии ну вместе 3 лимона поэтому вот сотку берем поддержку 95,5 сотка контрольный уровень то есть если вы купили и стоите главное чтобы не ушли ниже 100,95 тут два дня бросили на расширение котировочки если вы уйдут тогда уже все тут ну и могут быть на сто семь сто девять еще проблемки тут тоже постарались но в одну сессию вложились но плотненько я думаю там как раз сбрасывали сейчас ликвидность посмотрим ух ты ну что ты какие все самое главное произошло вот в этот период здесь уже не самые главные процессы идут вот обратите внимание как волной идет ликвидность на фондовом рынке поддерживают подталкивают здесь по чуть-чуть плавненько ну ждут в общем ждут наверное пятницы процентной ставки газпром неделя в бокович ком боковик со сменой динамики ну тут ясен уровень 147 141,5 сессия была не супер по дельте конечно в этот период но тут дельта начиная с 24 числа не меняется по дельта по сей день даже рост идет на продажи но ждут ждут я думаю что если не все степеница тут сразу появится много много желающих по 134 135 уже не будет таких цен на покупку так собственно где еще может сопротивление пройти это плотно поработали на 146 6 144 145 это две сессии ну вот здесь такой промежуточный 144 143 вот этот не будут сильно пускать лучше не работать на покупку пока в этот уровень будут целеры удерживать и так до следующей пятницы в следующей пятницу еще будет открытый вебинар спасибо что пришли спасибо что сбросили ссылку на свой сайт всем хорошего вечера хороших выходных наилучшего завтра послезавтра будет запись вебинаров которые были до этого открытых подписчикам придет рассылка все до свидания до следующей пятницы пока Продолжение следует...